И они стали со мной общаться после правильного вопроса на тему того, как найти людей, с которыми вместе можно делать бизнес. И я сегодня вам расскажу вещи, которые вы знаете, расскажу вещи, которые, может быть, для вас будут новые. В любом случае, я поделюсь своим опытом. Я попрошу первый слайд. У меня сегодня, как это называется, апгрейд, внутренний рост большой. Я первый раз в жизни работаю со слайдами. Вот, я сюда с доской работал. Вот, и люблю доску, она меня как-то организует, а слайды меня пугают. Поэтому, если буду вздрагивать, ничего страшного. Итак, вы видите несколько определений команды из разных источников. Первое, это из Википедии, это понятно, все ее любят, да? Второе, это, не поверите, учебник военной психологии. Поверю. То, где я учился. Вот, и... Следующее определение, оно наиболее мне близкое и очень важное. Обратите на него внимание, пожалуйста. Объединение людей с общими целями и общими ценностями. Последние два слова, общие ценности, важнее всех остальных. О них обычно забывают. Считается, что команда, это люди с общими целями. И если это так, то эта команда на сленге называется отрицательная или негативная команда. Сейчас модное слово токсичная, да? Негативная, отрицательная я, меня учили отрицательная команда. Она строится на общих целях при разных ценностях людей. Но это отдельная тема, мы сейчас не будем говорить об отрицательных командах. У нас на это нет ни желания говорить об отрицательных вещах, ни времени. Особенностью любой команды является делегирование функций другим людям. Отсюда следует замечательный вывод, что необязательно всем людям владеть одинаковыми качествами, о чем мы чуть позже поговорим. И очень важно, что у вас в команде есть люди, у которых есть качества, которых у вас нет. Это очень важно. Об этом тоже чуть позже поговорим. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Вот, собственно говоря, что за качества очень важны. Обратите внимание на первое качество, потому что, допустим, один из миллиардеров, вот Фуа Цаид, он, например, так сказал, если у человека нет искренности, все остальные качества не важны. То есть у него в команде это главный критерий. И первое, на самом деле, обращает внимание на искренность человека. Заметьте, искренность это очень интересное качество, которое не все понимают. Оно глубокое очень. Это не вопрос просто говорить правду. Это не вопрос того, что человек говорит полезные, правильные вещи. Если говорить грубое, ближе всего, это человек не врет. Он может говорить вам вещи неприятные, но он не врет. Он говорит то, что у него есть на душе. Вот. Коммуникабельность. Умение понимать людей и быть понятым. Амбициозность. Очень редкое качество, по большому счету. Умение ставить исключительные цели. Их называют амбициозными. И специализация. Сильная сторона человека. Сейчас мы об этом более подробно поговорим. Следующий слайд, пожалуйста. Потому что это очень важное качество для члена команды. Но перед этим я хотел бы обратить ваше внимание. Очень важно для любого члена команды понимать роль лидера. Лидер это не самый умный, самый крутой, не знаю еще какой. То есть он не самый-самый должен быть лидер. Лидер это человек, который объединяет остальных людей. Вот очень хороший пример. Многие ребята, кто со мной работают, знают его. Это Сергей Павлович Королев. Конструктор космических кораблей. Он не был самым выдающимся конструктором из своей команды. Сами члены команды, между прочим, очень ругались между собой. Они не любили вместе отдыхать. Были несколько случаев, когда они друг от друга даже доносы писали. Но тем не менее, вы знаете, эта команда создала совершенно уникальные вещи. И вот связующим звеном был Сергей Павлович Королев. Что-то, знаете, если брать в армии, это типа знамени. Если брать у индейцев, это тотем. Это то, что объединяет людей. И понимание этой роли. То есть, если это не сильно понимать, то по большому счету классная, замечательная команда просто разбегается в разные стороны. Потому что у любого лидера есть очень сильная энергия на индивидуализм, на одиночество. Осознавать, собственно говоря, что задача членов команды усиливать друг друга, потому что мы хотим, чтобы другой член команды был такой же, как и мы, чтобы он нас понял, это необязательное качество. Вот, это приводит к некоторым конфликтам, а для функционирования нормальной команды это не нужно. Собственно говоря, по поводу нытиков, они поглощают энергию, это всем понятно. Все уже с этим сталкивались. Вот, если не в командах, в бизнесе, то сталкивались, не знаю, там в жизни, потому что семья это тоже команда. И когда есть тот нытик серьезный, то это всегда остальным приходится очень тяжело, скажем так, нести на себе время, вот, энергии, источники энергии дополнительные для того, чтобы конденсировать человека, который просто, собственно говоря, поглощает эту энергию, поедает. Так, переходим к специализации. Самая любимая тема, которую многие из вас знают очень хорошо, вот, поэтому следующий слайд, пожалуйста. Какие же должны быть качества у членов команды? Вот, следующий слайд, это, собственно говоря, понятно? Первое качество это креативщик, мечтатель. Вот, что он, собственно говоря, делает? Он генерирует огромное количество разных идей, вот, практически фонтан идей, вот, и терпеть не может их реализовывать. Вот, понятно сейчас, о чем идет речь, да? Вот. Американцы, кстати, очень любят почему-то давать животные прозвища к качествам различным и различным там вещам. Вот, там есть у них медведи, есть у них там... Ну, в командах они называют это, это такого человека зайцем, почему-то, я не знаю, почему он зайц. Вот, для меня, у меня другие сенсации, ну, если так столкнетесь где-нибудь, будете понимать. Вот, следующее качество, очень важное в команде, это нам нужен следующий слайд для этого. Вот, это вершитель или аналитик-критик. Это, собственно говоря, человек, который любит планировать, составлять алгоритмы различные, вот, и, соответственно, терпеть не может, когда критикует его планы, которые он составил. Вот, есть вещи, которые он любит, есть вещи, которые он не любит. Вот, следующее... А, да, кстати, по поводу... Не надо переключать слайд, оставьте тот, который сейчас. Вот, ну, ладно, хорошо. Вершитель, если брать животную терминологию, вот, то это у нас сова, у американцев. Вот, следующее качество. У нас это тоже, смотрите, и там критик, и тут критик. Эксперт. Эксперт. Это человек, который действительно критикует, он много что знает, и, в основном, он негативщик. Выглядит таким. И он все критикует. Очень важный человек в команде, но только вот на третьем месте. То есть, первый человек сгенерировал идею, второй человек составил план, потом вы подтаскиваете негативщиков, потому что он начинает искать слабые места в этом плане, и может сберечь вам огромное количество времени, денег, сил, вот, и так далее. Понятно сейчас, о чем идет речь? Замечательно, пошли дальше. Ну и, соответственно, исполнитель, творитель, вот, человек дело. Он не любит ни четких инструкций, не любит отсутствие плана, алгоритма, что надо делать. Ему нельзя поручать какие-то вещи, типа, иди и сделай, пойди туда, не знаю куда, вот, и так далее. И, собственно говоря, как вы видите, эти качества на самом деле редко бывают в одном человеке, вот, прям чистое такое качество. Обычно в одном человеке несколько качеств, вот, одно, правда, есть более доминирующее, другое менее доминирующее, но если какого-то одного качества нет, это очень плохо, в команде нет какого-то качества, из тех, о которых я сказал, четыре качества. Если двух нет, это вообще критично, потому что такая команда не в состоянии что-либо реализовать. Вот, пошли дальше, следующий слайд. Вот. Ну, и, собственно говоря, роль лидера, солнышко такое определенное. Самое лучшее, что он может сделать, это, в принципе, если он видит, что в команде какого-то качества нет, он может его собой заменить. Вот, такой, скажем, специалист на все руки может быть, это в идеале, но такое крайне редко бывает. Вот, поэтому, что еще он может делать? Он может использовать такое явление, как синергия. Вы видите определение, такое условное, ну, не все знают, что это такое, это определенная наука. Вот, когда один плюс один не два, а три, четыре, пять и больше. Вот, то есть, когда сумма частей больше целого. Вот, то есть, когда люди объединяются, возникает реакция, не реакция, а принципы ЧК срабатывают. Люди вместе могут сделать больше. В бизнесе это, в принципе, основополагающий, ну, это основополагающий принцип любого дела, любого бизнеса. Люди вместе в состоянии сделать гораздо больше, чем каждый по отдельности, это, я думаю, что всем понятно. Что он еще хорошо умеет делать? Он умеет хорошо проводить и организовывать мозговые штурмы. Вот. Потому что мозговые штурмы очень часто переходят в рублень и потасовки и в ссоры. Вот. И поэтому очень многие боятся их. Ну и, соответственно, грубо говоря, он контролирует цели и ценности команды. Стоит на сражах всего этого, потому что он понимает, что это очень-очень важная вещь для жизни команды. Следующий слайд, пожалуйста. Зачем необходима команда? Ну, два основополагающих момента. Любую великую вещь можно сделать только с помощью команды. За любым великим человеком, событием стоит команда. Я много раз об этом говорил, что, допустим, если вы хотите понять Наполеона, нужно не с ним разбираться, а с 26 его маршалом. У него было 26 маршалов, маршала Франции. Вот если вы ими займетесь, вы много что поймете. По одному Наполеону очень трудно, чтобы понять. И второй очень важный принцип – это окружение. Потому что окружение нас формирует, на нас влияет. И, соответственно, это то, кем вы себя окружаете, как бы вы не были стойки и защищены, то все равно это вопрос только времени. За больше или меньше времени на окружение на вас влияет. Мы становимся частью ценностей нашего окружения. Следующий сайт, пожалуйста. Команда не может быть огромной. 20, 30, 40, 50 человек. У одного человека команда… Тут споры у разных исследователей очень серьезные. От 5 и до 12 человек. Дюжина. Следующее число, как вы знаете, называется чертова дюжина. В руководстве никогда не используется, чтобы у человека было, например, больше 12 заместителей. Это не рабочая схема. В армии вообще стараются на 5-9 человек остановиться, чтобы не рисковать, не подходить к границе. Но, разумеется, можно объединять команды. И тогда количество людей может очень сильно увеличиться. Вам нужно тогда понимать, как функционировать с командами и ее лидерами. Но это отдельная история. Это вторая часть Барлизонского балета. Вот следующий слайд, пожалуйста. Вопрос самый. Как создавать команду, да? Создание команды начинается с самого себя. Не с подбора людей, а с самого себя. Очень важно определить свои сильные стороны. Кто вы, собственно говоря. Заяц, сова, черепаха. И очень важно, соответственно, понять, кого вам нужно добрать в команду. Какие качества нужно добрать в команду. Следующий слайд, пожалуйста. Очень важно определиться с целью и научиться ее декларировать. Потому что люди в команду приходят на цель. Вот следующий слайд, пожалуйста. То есть не просто, многие говорят, у меня есть цель. Я говорю, сдекларируй. Сдекларировать это не рассказать. Это продать. Вот, собственно говоря, мы подошли как раз к тому, что нужно это сделать с теми людьми, которых вы считаете, можно взять в команду. Они дополняют качества необходимые. И очень важно показать им, как им. Какая их выгода в команде. То есть как они могут реализовать свои цели в этой команде. Следующий слайд, пожалуйста. Испытательный срок в 90 дней. Что это такое? Для чего это нужно? Смотрите. Если у человека не совсем те ценности, которые нужны вам, то человек в состоянии себя изменить за 90 дней. Даже свои ценности. Правда, это с первого раза, наверное, не у всех получится за 90 дней. Но если серьезная команда, то, в принципе, вам лучше просто перебрать. Это то, о чем вчера хорошо Александр Попорин сказал. Нужно быть старателем, а не алхимиком. Поэтому если в течение 90 дней человек проявил какие-то качества с другими ценностями, лучше его в команду не брать. Понятно, да? И, соответственно, нужно об этом человеку сказать. У нас встательный срок 90 дней. Мы посмотрим, как ты в коллективе сложишься, с какой системой ценностей. Потому что вначале он может показаться красавцем. Он таким и останется красавцем, но просто ценности у него будут немножко другие. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это очень важная вещь. Есть такая штука, забавная. Бизнес на командах. То есть, как бизнесмены, которые зарабатывают на том, что создают команды. Я считаю, что это хороший бизнес для зарабатывания денег. Ничего вредного в этом нет, но и ничего конструктивного в этом тоже нет. То есть, так называемые тимбилдинги, они не работают, они не создают команды. Некоторые люди, как бы, находят человека, но не участвуют в реализации им его целей. То есть, я говорю так, мало родить ребенка. Надо участвовать в реализации этого ребенка, его желания, его целей. Тогда вы станете родителем. Если вы просто его родили, он не должен вас любить по определению. Он, может быть, вам благодарен. Вот, следующий слайд, пожалуйста. Что создает команду? Совместная деятельность особенно связана с различными сильными эмоциями. Такими, как радость и такими, как горе. То есть, тогда, когда у человека успех и тогда, когда у человека большая проблема, желательно быть рядом. Просто рядом. Вот. Сопереживать, назовем это так. Понимать эти вещи. Вот это создает команду. Не, даже не времени, не 5-10 лет вместе. Не, типа, поехали съездим на тимбилдинг, и мы после этого команда. Давай мы поставим вместе цели. Это все правильно, здорово, это все можно делать, но это не сработает. Вот. Только тогда, когда мы вместе осуществляем какие-то планы. Дальше, следующий слайд, пожалуйста. Вывод, собственно говоря, какой из этого. Вот. Самый такой важный и главный. Для реализации амбициозных целей нужна команда. Если нет амбициозных целей, не будет команды, это первое. Вот. И сама команда, она быстро разлетается, потому что чем сильнее лидеры, тем тяжелее друг с другом находиться рядом. Поэтому роль лидера, роль знамени, тотема, архи важна. Его надо, команда, если хочет добиться своих целей и использовать принцип речекаси, архи, им надо беречь своего лидера. Просто охранять как знамя, как тотем. Потому что это то, что сохраняет племя, род, семью, что. Как хотите. Если это не понимать, как это называется, мне одному проще. Вот. Это, собственно говоря, вот просто, как, скажем так, открывать команду, да. Я не рассказал о том, как работать с командой, как преодолевать те или иные кризисы. Это, как я говорил, вторая часть Бролизонского балета и многие другие вещи. Вот. Хочу вам только сказать, что очень важный момент. Если вы хотите действительно реализовать серьезные достижения, такие как золотой мастер, как плагиновый мастер, звездный мастер, если вы хотите серьезных товарооборотов, то без команды это практически не реализовать. Потому что, еще раз говорю, нет, если нет амбициозной цели, если я просто набираю людей, если я просто кушаю продукт, просто люблю компанию, просто все люблю, мир, жизнь, вы на этом соберете людей, которые тоже так же будут делать. Но отсутствие амбициозных целей, неумение их декларировать, собирание тех людей, которых вам нравится, то есть это не главное качество для черной команды. Вот. Это главное качество для того, чтобы вместе отдохнуть. что с ним хорошо общаться, он приятный человек, милый человек. Вот. И тогда, да, пожалуйста. Но в команде это может быть очень даже неудобный человек. Очень сложный человек. Поэтому то, что я вам рассказывал, еще раз говорю, это вещи для бизнеса. То есть главный вопрос для любого серьезного бизнесмена, не вопрос, чем заниматься, и не вопрос, откуда брать деньги. Вопрос, с кем это делать. Поэтому только начало, и каждый здесь сидящий лидер в зале 100% имеет свой взгляд на то, что я рассказал, на то, как формируется команда. Они бы здесь не сидели, если бы у них не было собственного опыта формирования команды. У каждого из них она есть. Та или иная, но они ее выстрадали, вот, они ее получили, и, соответственно, получили эти результаты. И мы, каждый из нас прекрасно понимает, что мы разделяем наш успех, так же, как и я его разделяю с вами, потому что мы вместе делаем одно общее дело. И, глядя на вас, ребят, я просто в восхищении, что мы можем реализовать. Вы потрясающая команда, очень амбициозных людей. И я представляю, что мы сделаем, ребята. Что будет через год? Что будет через два? Моё будущее, наше будущее, ваше будущее, ребята. Это потрясающе. Вот, не берите маленькие цели, не прогадайте. Только большая цель дает энергию. Маленькая цель не дает энергии. Вот, огромных вам целей, огромной энергии. До встречи. Продолжение следует...